Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня расскажу, как приготовить вкусный, простой и бюджетный крем мокрое безе для украшения и наполнения любой выпечки. Он очень легкий, нежирный и прекрасно держит форму. Белковый крем мокрое безе напоминает белковый заварной, но в отличие от него не нужно варить отдельно сироп, так как крем мокрое безе взбивается миксером на паровой бане. Готовится просто с минимумом продуктов, нужны только белки, сахар и лимонная кислота. Главное соблюдать соотношение ингредиентов, сахара должно быть в два раза больше, чем белков. При разделении яиц нужно внимательно следить, чтобы желток не попал в белок, иначе крем не получится, белки просто не взобьются. Посуда и венчики должны быть обязательно сухими, без следов воды и жира. В белки сразу добавляем лимонную кислоту и начинаем взбивать на небольшой скорости. В данном рецепте температура белков не имеет значения. Когда появилась пена, добавляем сразу весь сахар и ставим емкость с сахаром и белками на паровую баню. Дно миски не должно касаться воды, но кипение должно быть средним. Будьте внимательны, чтобы вода из кастрюли не попала к белкам. Взбиваем белки с сахаром на паровой бане на средней скорости миксера до полного растворения сахара, приблизительно 4-5 минут. После того, как весь сахар растворился, включаем максимальную скорость миксера и взбиваем еще около 4-5 минут. У меня 5 скоростей турбо, я взбиваю на 5 скорости. Снимаем емкость с белками с паровой баней и продолжаем взбивать приблизительно 2-3 минуты. В процессе взбивания крем должен немного охладиться. В итоге должна получиться достаточно густая, блестящая, плотная масса, которая хорошо удерживается на венчиках. Готовность белков можно определить и визуально, когда появятся отверстия до самого дна от венчиков и крем начнет отставать от стенок посуды. В общей сложности у меня на взбивание ушло около 15 минут. Этот крем нужно использовать сразу же после приготовления, для того, чтобы он не покрывался корочкой. В процессе использования обязательно нужно накрывать крем влажным полотенцем. Крем мокрое безе можно окрашивать в любой цвет. Я разделяю крем на две части. Одну часть окрашиваю, а другую оставляю белой. Для того, чтобы лучше контролировать интенсивность цвета, пищевой краситель добавляем небольшими порциями. Перемешиваем и при необходимости добавляем еще. Я окрашиваю крем гелевыми водорастворимыми красителями. Теперь покажу один из вариантов, как легко сделать двухцветный крем для украшения капкейков или тортов. На кусок растеленной пищевой пленки выкладываем первый цвет крема и распределяем его небольшим прямоугольником. Сверху кладем крем второго цвета и также распределяем. Пленку сворачиваем вдоль, а образовавшийся воздух аккуратно выгоняем. По бокам скручиваем концы пленки. С одной стороны отрезаем скрученный конец пленки, в которой находится крем. В кондитерский мешок вставляем насадку. Отрезанной стороной вставляем крем в пленке в подготовленный кондитерский мешок. И вот еще один простой способ сделать двухцветный крем. Просто заполняем кремом нужного цвета отдельно два кондитерских мешка, а затем вставляем оба мешка в другой мешок размером побольше, предварительно вставив в него кондитерскую насадку. И можно украшать. Главной особенностью этого крема является то, что после нанесения на выпечку он покрывается легкой корочкой, что и дало ему название мокрое безе. С кремом мокрое безе получается любое украшение и цветы, и рюши, и бордюры. Он очень податливый и хорошо держит форму. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а у меня на сегодня все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok